Перевозчик Верхневолжской АТП и компания-оператор транспорт Верхневолжья запустили совместную акцию по профилактике коронавируса. В автобусах, курсирующих на самых популярных маршрутах, кондукторы бесплатно вручали медицинские маски всем пассажирам, у которых их не оказалось при себе. Всего планируется раздать до 7 тысяч этих средств индивидуальной защиты. Режим обязательного использования масок в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей начал действовать в Тверской области с 12 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя. Безусловно, эта мера необходима и своевременна, потому что в условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, ношение масок является обязательным требованием, так как позволяет уменьшить риск распространения инфекции и вероятность заражения людей. Между тем, поначалу не все пассажиры общественного транспорта ответственно отнеслись к постановлению главы региона. Некоторые говорили, что ничего не боятся, другие отшучивались, что забыли маску дома. На этих граждан и рассчитана нынешняя акция. Для ее проведения выбраны одни из самых популярных маршрутов – 30-й, 31-й, 42-й и ряд других. Начиная с 10 часов утра в среду, кондукторы, помимо проверки оплаты проезда, предлагали бесплатно средства индивидуальной защиты. Планируем израздать порядка 7 тысяч масок. Мы понимаем, что некоторые по разным причинам то ли не успевают приобрести маски, то ли забывают разные бывают случаи. И еще немаловажный фактор, о котором, наверное, стоит упомянуть – это просьба к пассажирам больше пользоваться безналичной оплатой проезда, потому что наличка – это тоже некие риски. Также в Верхневоложском АТП выполняются необходимые санитарные мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно все автобусы проходят усиленную дезинфекцию. В данный момент это 410 единиц подвижного состава. Обрабатываются спинки кресел, все контактные поверхности, кассы. Все, что люди касаются, это обрабатывается. Обработка также у нас производится всего диспетчерского пункта, так как непосредственно наши водители контактируют с пассажирами. Также у нас на предприятии везде установлены дезинфекторы, водители проходят медицинский осмотр. Напомним, что постановление губернатора подразумевает обязательное использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания. Не только во всех видах транспорта, но и на вокзалах, пассажирских платформах, в общественных зданиях, магазинах, учреждениях культуры и медицинских организациях. Попутно в Верхневолже регулярно проводятся рейды по контролю за соблюдением масочного режима.